Пока еще одинокие, пустые комнаты и площадки с нетерпением ждут тех, кто проведет здесь свои самые яркие каникулы. Готовить базы к приезду детей начинают уже в сентябре. В Орленке полностью заменили окна и двери в трех жилых корпусах, покрасили эстраду, игровые и спортплощадки, провели капремонтный пункт, а теперь здесь целая больница. Свежо и просторно выглядит столовая. Также проведена внутренняя отделка спальных корпусов, столовой, уличные ногомойки, восстановили ограждение более 200 метров, тоже порядка 500 тысяч. В общем, если подвести из бюджета города, нам выделено 400 тысяч на подготовку и более 2 миллионов в небюджетных средствах. Ремонт ремонтом, но главная безопасность. Всю территорию лагеря, а это 8 гектаров, уже обработали от клещей. Полицейские и спасатели проверили противопожарное оборудование, наличие тревожных кнопок, системы видеонаблюдения и работу контрольно-пропускного пункта. Замечания силовиков пообещали устранить к 1 июня. Принцип видеонаблюдения, за ним никто не будет смотреть. Один охранник находится где-то там, второй здесь, видеонаблюдение никто не видит. То есть, если бы изначально предусмотреть каким-то образом тоже запирающий на электронный замок, и чтобы он оттуда сидел, отшлял контрольно-пропускной режим, было проще. Ну, можем, в принципе, это не проблема установить. Еще одной точкой, которую навестила комиссия, стал санаторий «Соловушка». Не так давно он перешел в частные руки и к новому сезону в оздоровительном учреждении отремонтировали бассейн. Его глубина от метра 20 до метра 50. Есть разные подсветки, установлена современная система фильтрации воды. На модернизацию ушло порядка 12 миллионов рублей. Кроме того, на входе установили новый пандус, полностью заменили пожарную сигнализацию. Отдельное внимание в нашем регионе традиционно будет уделено проведению профильных лагерей, потому что мы прекрасно понимаем, насколько важно, чтобы ребенок не просто оздоравливался, но получал интересный и образовательный контент, это либо и физкультурные лагеря. То есть, ребенок должен не просто отдохнуть, но еще что-то получить полезное для себя. В этом году в оздоровительных лагерях области планируют отдохнуть больше 33,5 тысяч детей. Из регионального и муниципальных бюджетов выделят свыше 300 миллионов рублей. Анна Пикулина, Максим Леонов, Телеканал 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова